Нынешний год, как уже сообщалось, объявлен годом семьи. И мы приурочили к этому событию новую рубрику «Большая семья. Тверская традиция». В ней мы рассказываем о многодетных семьях, которые живут в Верхневолже. Об их традициях, принципах воспитания, семейных ценностях. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Коротковых, которые воспитывают 11 детей. Как успеть за всеми уследить и при этом раскрыть индивидуальные способности у каждого ребенка, рассказывает наш корреспондент. Вячеслав и Ольга Коротковы из Новозавидовского воспитывают 11 детей. Семь мальчиков и четыре девочки. Ребятишкам этих многодетных родителей от 4 до 19 лет. Все ребята увлечены творчеством. У них создан даже свой семейный ансамбль. У каждого своя партия и свой инструмент. Дети сами выбирали, на чем хотят научиться играть. Паша, например, выбрал аккордеон. Занимается на нем уже 5 лет. Мне нравится музыка просто. Ну, играть нравится. То есть ты так отдыхаешь, можно сказать? Ну, да. А Наташе по душе пришлась скрипка. Музыка – это для меня означает все. Мне нравится играть. Нравится с семьей играть. Я люблю слушать Вивальди, но пока я до этого произведения не драссала. Ну, еще все впереди. Будешь потом тоже исполнять? Да. В ансамбле даже есть дирижер, но в момент съемки он был на учебе. Тяга к творчеству детям передалась от родителей. Вячеслав в детстве тоже занимался музыкой. Сейчас не проще вспомнить былые годы. Многодетные родители с радостью и гордостью смотрят на своих юных музыкантов. А Ольга с ностальгии вспоминает свое детство, которое также прошло в большой семье. Я сама из многодетной семьи, поэтому всегда нас было весело. И поэтому как бы и сами решили идти таким путем. У меня один брат и пять сестер. У сестры восемь детей, у троих сестер по три. У ребенка, у брата четыре. У всех большие семьи, да. На сегодняшний день в нашем регионе проживает 15 тысяч многодетных семей. За год их количество увеличилось еще на 400. В том числе благодаря региональным мерам поддержки. Главная задача нашего государства, задача, которая касается улучшения демографии, внимание к семье сегодня является ключевым вопросом. Что касается нашего региона, то мы совершенно четко ориентируемся на эту задачу, как на стратегическую. И кроме того, что мы сохраняем все меры поддержки, мы еще смотрим и анализируем, как можно увеличить и качество, и эффективность этих мер. Основная задача все-таки это увеличение численности населения, стабильно позитивная динамика численности населения, но за счет наших традиционных ресурсов, наших коренных жителей. 2024 год объявлен в России годом семьи. Это еще раз подчеркивает внимание государства и общества к важности создания больших семей среди коренных жителей Верхневолжья, воспитания детей с учетом наших традиционных ценностей. Сегодня демография — острый и важный вопрос государственной и региональной политики. И многодетные родители чувствуют поддержку властей разных уровней. Материнский капитал частично мы использовали для приобретения библии. Положительные изменения видим. Государство нас не забывает. В этом году мы должны получить жилье. Мы продолжим рассказывать о больших тверских семьях в следующих сюжетах в рамках нашей рубрики «Большая семья. Тверская традиция». Тише, тише.